Следующая стратегическая молитва – это молитва за Израиль. И мы видим, что служение пастора, молитва за пастора – это одна из стратегических молитв. Вчера мы, молитва за территорию – это тоже стратегическая молитва. И я хочу сказать за молитву за Израиль. Мы вчера говорили, что благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну. То есть служение еврейскому народу и молитва за Израиль это является чем? Благословением. Благословением лично для каждого. И есть очень много свидетельств, которые говорят о том, что когда люди начинали молиться за Израиль, то в их жизнь приходили благословения. И хочу вам напомнить, что есть теория замещения. Отцы церкви говорили, что с Израилем покончено. И Израиль, слышали такое? И что сейчас церковь. Но хочу вам сказать, что это неправда. Потому что по слову Божьему, даже несмотря на то, что совершал Израиль, все равно Бог остается Богом Израиля. И он так себя называет. И если мы видим состояние нынешнего Израиля, мы видим, что они там и Ишуа приняли. Видели, да? Что они там и тем занимаются, и то делают. И вообще все евреи делятся на несколько категорий. Это светские евреи, которые вообще нигде. Они живут как обычные люди. Хотя это избранный Божий народ. Есть мессианские евреи. Это евреи, которые уверовали в Ишуа. Есть ортодоксальные евреи, которые сейчас называются ультра-ортодоксальные. И как бы состоят из многих направлений. Вот. Все равно написано, что весь Израиль спасется. Послание Римлянам. Послание Римлянам, 11 глава, 18 стих. Написано, что дары и призвания Божьи в отношении Израиля непреложны, то есть неотменимы. И хочу буквально одно место из Писания сказать, что... Как все началось? Началось все с Авраама, да? Вы скажете, а почему Авраам стал нашим отцом? Стал первым евреем? Как вы на это реагируете? Почему Авраам стал? Что-что? Ну, вначале так не было. Вначале он открылся для Бога. И поэтому Бог же написано, что очи Господни обозревают всю землю. И естественно, когда произошло падение в Эдемском саду, 3 глава Бытие, то Бог дал пророчество в 15 стихе, да? Что будет семя, которое поразит сатану в голову. Семя жены. И вот эту жену надо было откуда-то взять. И естественно, жена, она должна была произойти с какого-то народа. И вот постепенно этот народ поднялся и пришел Мессия. То есть Бог после грехопадения, Он не оставил народ. И вот что произошло с Авраамом. Мы знаем, что у Авраама не было сына. По Писанию мы знаем, да? Сейчас это место. И Бог сказал, что у тебя будет сын. Но сына не было и не было. И прошло сколько лет? Нет, не сто. Прошло 25 лет. Представляете, Бог сказал, вот будет обетование тебе дал. И Авраам ждет, 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 а сына нету. И там же они, Сара решила помочь. Я думаю, что Сара не верила в это, что будет сын. И она дала свою служанку. И родился Измаил, который сейчас является до сих пор таким препятствием для Израиля. То есть это было плотское действие. Вот когда мы делаем что-то по плоти, то потом мы от этого пожинаем очень нехорошие вещи. И вот, значит, смотрите. 15 глава Бытия. Тут говорится о том, что Бог явился Аврааму и сказал, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма великая. И Авраам, ну, по своей плотской натуре говорит, что ты мне можешь дать? Меня нет сына. И уже сколько лет прошло, сына нет. Бог говорил ему о небесном, а он себе свое. И Бог сказал, да, вот этот Елизер из Дамаска, он будет моим наследником. И было слово Господа, он сказал, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть, и сказал ему, сколько будет у тебя потомков. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Ну и дальше Авраам получил от Бога, и все равно он спрашивает. Восьмой стих, он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть этой землей? И Бог говорит ему, видите, какой разговор еврейский. Этот спрашивает одно, а Бог ему отвечает, возьмите лицу трехлетнюю, козу, трехлетнего овна, ворницу молодого голубя. Авраам взял, и он рассек их пополам. Представляете, да, вот диалог такой интересный. Рассек пополам и положил части друг против друга, только птиц не рассек. На востоке это было как бы заключение завета. И что интересно, тут налетели птицы хищные, но Авраам отгонял их, потом сон на него нападал, ужас и мрак. Но в это время проговорил Бог и сказал, потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать. Но я произведу суд над народом, у которого не будут порабощений, после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен. И вот 17 стих. Когда зашло солнце и выступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошло между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамов, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата. И там народности. Смотрите, обычно, как завет заключается, два человека участвуют. В данной ситуации участвовал, проходил Авраам между животными. То есть такая ситуация, они проходят между рассеченными животными по очереди и говорят, пусть будет со мной так, вот как с этими животными, если я нарушу завет. В данной ситуации прошел только Бог в виде огня и дыма. То есть это был как бы односторонний завет с Авраамом. То есть Бог заключил с Авраамом завет. Дальше, 17 глава. Аврааму является Бог, когда ему было 99 лет. И говорит с первого стиха, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой». То есть что получается? Что Бог заключил с Авраамом безусловный завет. Что это может подразумевать? Несмотря на то, что Израиль, он, допустим, отступал от Бога, грешил, возвращался, опять уходил, все равно Бог остается верным Израилю. «Я, вот завет мной». И вот ошибка ранних теологов, отцов церкви была в том, что они это, видно, не поняли. И они сказали, что Израиль – это отвергнутый народ, проклятый, и теперь церковь. Это была большая теологическая ошибка, которая превратилась в целую теорию, которая сейчас, по сути, замешана церковь. Но Бог, Он никогда не оставит свой народ. Написано «Любовью вечной я возлюбил тебя». Если мать оставит грудное дитя, то я не оставлю тебя. И поэтому люди, которые из числа язычников, они вошли, в соответствии с Ефесянам 2 глава, они вошли в наследие Израиля. То есть, если люди из язычников, они вошли в наследие, значит, они вошли вообще в дом Израиля. То есть, и прошлое Израиля, и настоящее, и будущее – это принадлежит людям, которые вошли в завет. Понимаете? То есть, если кто-то из вас, из язычников, и вы покаялись через жертву Машееха, Иисуса Христа, вы вошли в общество израильское. И, естественно, написано, что кто не заботится о домашних своих, тот хуже неверного. Кто не заботится? Вы молитесь о своих домашних? Вы слушаете им? А тут домашнее духовное. То есть, история Израиля, благословение Израиля, оно принадлежит теперь верующим тоже. То есть, они вошли, вошли в это благословение. Поэтому самое большое сейчас, что вы можете сделать, это молитва за Израиль. Все пророчества, которые есть в Библии об Израиле, вы можете брать эти пророчества и можете молиться. И говорить, напоминать Богу то, что Он обещал. И знаете, я, когда приехала на конференцию Анны Мендес, ну, извините, в Киев, и была молитва, была молитва за Израиль, ну, как бы на этой конференции. И я стою, и я открытыми глазами вижу такое видение. Вот все молятся, такой огонь восходит. И я вдруг вижу, что вот рука Божья как-то, где-то не знаю, как она была, а потом вдруг она начинает поворачиваться в отношении Израиля. Там висела карта, я смотрю прямо на карту Израиля. То есть смотрите, когда мы молимся, напоминаем Богу пророчества, когда мы просим Бога об Израиле, это, во-первых, Его воля, во-вторых, благословение для каждого из нас и спасение евреев. Это самое главное, потому что спасение евреев, оно важно в плане пробуждения. Почему? Пророк Захария, 8 глава, 23 стих, говорит, что будет время, когда 10 человек из разноязычных племен ухватятся за полу еврея и скажут, мы хотим твоего Бога. Вот это будет жизнь из мертвых, это будет массовое пробуждение вообще и церкви, и спасение различных людей. Если мы будем молиться о спасении Израиля, Израиль будет подниматься, и Бог будет очень сильно действовать через евреев, потому что они призваны к этому. Это царство священников, это избранный народ, и вы вошли в это избрание. Но это единственный народ, которого избрал Бог еще тогда. И определил планы на дальнейшую жизнь Израиля. Кроме того, Мессия не придет, пока не спасется Израиль. Потому что Мессия придет не в Киев, не в Черкассы. Он придет на Иллионскую гору. И он встанет там. И Израиль должен его принять. Если евреи не будут спасены, если они не будут готовы, не приняли Мессию, Ишуа как может прийти? А мы должны молиться. Написано, Дух и невеста говорит, приди. А как прийти, если Израиль не готов? И такой еще очень интересный момент. Просто хочу, чтобы вы закрыли сейчас глаза. Просто вчера у меня это было на сердце. Друзья, вот в это последнее время Бог особенно поднимает тех людей, у кого еврейские корни. Он всех поднимает, но именно те люди, у которых еврейские корни. И вы, пожалуйста, не смотрите, вы просто поднимите руки, кто знает, что у него еврейские корни. Хорошо. Скажите, пожалуйста, если вот в вашем роду об этом говорилось, ну, родители там, бабушки, дедушки, говорили? Вы просто не смотрите друг на друга, я не знаю, как будут реагировать другие, но если, допустим, вы знаете, что у вас были евреи в роду, и это как-то, ну, как бы, не говорилось, скажем так, не было принято говорить об этом. Вам не рассказывали об этом, вам не передавали наставления, которые должны были отцы передавать детям. Вот, но вы ясно и четко знаете, что у вас еврейские корни. Значит, сейчас такая возможность простить своих предков и покаяться за еврейский антисемитизм. Потому что, когда, почему был назначен царь Саул, потому что евреи, они захотели быть, как прочие народы. То есть, они отказались от своего призвания. Вот, и в данной ситуации, когда люди, они, как бы, не принимают своих еврейских корней, то это еврейский антисемитизм. Поэтому, давайте мы все станем. Вот, и те люди, которые знают, вы просто будете, как бы, молиться от сердца, все остальные молятся вместе, чтобы, ну, не было такого, как бы, скажем, напряга, или, вот. скажите, дорогой Господь, я благодарю Тебя за моих предков евреев. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне жизнь через моих предков. Но я каюсь в грехе еврейского антисемитизма. когда умалчивалось о том, что я еврей, что были нарушены законы Божьи, все то, что предписывалось Богом для Израиля. Я исповедую это так, как грех. И прошу Тебя, Боже, прости меня и разрушь проклятие антисемитизма за грех моих предков. Дорогой Господь, я признаю тот факт, что во мне течет еврейская кровь. И я принимаю свою принадлежность к еврейскому народу физически. Я принимаю Божье призвание для себя как еврея. И я принимаю Тебя как еврейского мессию. И благодарю Тебя, Господь, что Ты принимаешь меня. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Боже. Просто сейчас все поднимите руки. Господь, я молюсь за эту церковь. Особенно я молюсь за тех людей, которые имеют еврейские корни. Может быть, они сейчас осознали это, может быть, не осознали. Но прошу Тебя, Господь, очень сильно начинай действовать в жизни этих людей. Пусть Твое предназначение для Израиля, оно усиливается. И пусть, Боже, эта церковь, которая открылась для еврейского ведения, Господи, она усиливается в этом движении во имя Ишуа. И молюсь, Господи, чтобы в этой церкви началась молитва за Израиль. Я прошу Тебя, Господи, чтобы молитва за Израиль, она началась как личная, так и общая молитва. Для того, чтобы благословение Израиля, оно пришло на эту церковь еще больше, еще сильнее. И чтобы Господь, Твой народ, Он спасался через эту церковь. Боже, спасибо Тебе за все. Слава Тебе во имя Ишуа. Аминь. Слава Тебя, Слава Тебя,